Это итоги недели. В студии Максим Кембель. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Контроль за ситуацией, дополнительные квадраты и трудовые финансы. Правительство Беларуси определило размер минимальной зарплаты с 2023-го. Какая теперь сумма? Кушать подано. В Бобруйском горосполкоме обсудили качество питания в учреждениях образования. В Бобруйском горосполкоме создана и активно действует межведомственная комиссия. Где обновили оборудование и сколько детей обедают бесплатно. В шаге от пропасти. В Бобруйске прошло городское родительское собрание. Все начинается с семьи. Почему наркотики находят время на ваших детей? И есть ли формула успешного воспитания? В администрациях Первомайского и Ленинского районов обсудили основные изменения налогообложения. Кредитуем как старт-стап компании, так и уже действующие. Какое приложение нужно установить? Время заглянуть под елку. Военный комиссариат Могилевской области исполнил мечту 9-летнего Вани. У нас есть возможность ездить и дарить детям радость. Почему Новый год – время чудес и где живет самый жизнерадостный мальчик? Какая ситуация в Косово? Что случилось с мигрантами? И почему отдых на море станет дороже? С января в Турции будут взимать с туристов налог на проживание. Союз равных. Президент провел совещание по вопросам белорусско-российского сотрудничества. В первую очередь они касаются экономики, в частности дорожных карт. Главная цель которых – снизить негативный эффект от санкций, облегчить развитие ключевых секторов экономики и углубить промышленную кооперацию. А также реализовать важнейшие импортозамещающие проекты. В пакете 28 программ выполнено порядка 60%. В целом, курс на сближение с Россией Александр Лукашенко считает правильным. И это доказало время. Интеграционные документы нужно рассматривать как возможность укрепить позиции Минска и Москвы, а не как желание одной из сторон подавить другую. Многие у нас тут начинают шептаться, когда чего-то не получается договориться, что Россия ставит неприимлемые для нас условия, связанные с нашей независимостью и суверенитетом. Абсолютно откровенно говорю. При всех сложностях, если Российская Федерация руководства хочет строить отношения с суверенным, независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное, независимое государство, но очень близкое, очень надежное, где все русское от языка до российских традиций свято чтится, мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы, государство, суверенные и независимые. Уже завтра Беларусь с официальным визитом посетит Владимир Путин. Лидеры проведут переговоры во Дворце независимости. Начнутся они с разговора в широком составе, в котором примут участие главы государств, члены правительств, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны обсудят наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции. После президента продолжат диалог в формате один-на-один. Затем, как ожидается, сделают заявление и ответят на вопросы журналистов. Строительная сфера, БЧМ и поезд и елочные базары. Массовая торговля новогодними деревьями в Беларуси развернется с 22 декабря. Что в ассортименте и по какой цене? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. Правительство Беларуси определило размер минимальной зарплаты с 2023-го. Она составит 554 рубля. В сравнении с началом нынешнего года прибавка увеличится более чем на 20%. К слову, применяется она в качестве ниши границы оплаты труда в отношении всех работников, которые заключили трудовой договор. В следующем году увеличится объем строительства жилья с господдержкой. Задачи 1,3 млн квадратов. Всего же возведут более 4 млн квадратов. В планах также арендные квартиры в течение 23-го и первой половины 24-го государства обеспечат всех военнослужащих. По прогнозам это 750 тысяч квадратных метров. Минздрав вместе с профсоюзом будет мониторить зарплаты врачей, которые получают ниже 2300 рублей. Такое заявление сделал министр здравоохранения. При этом Дмитрий Пеневич подчеркнул, необходимо зарабатывать качественными показателями оказания помощи. Также под контролем текущая ситуация и перспективы развития медаккредитации, ситуации с кадрами в больницах и поликлиниках. БелЖД пустит 26 дополнительных поездов на время зимних праздников. 12 из них в Москву и Санкт-Петербург с 28 декабря по 9 января. Внутри страны составы будут курсировать из столицы в Брест, Гомель и Витебск. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Белорусской железной дороги в мобильном приложении «Быча мой поезд» или по номеру 105. Массовая торговля новогодними деревьями в Беларуси развернется с 22 декабря. При этом в каждом регионе установлены свои даты начала работы специализированных базаров. Самые первые уже открылись в Брестской области, в Минской, Гродненской, Могилевской и Витебской с 20 числа, в Гомельской с 23. Что касается цен, то в лесхозах они сохранены на уровне прошлого года и зависят от высоты елки. Залог здоровья ребенка В Бобрусском горысполкоме обсудили качество питания в учреждениях образования. Так, к началу учебного года было выделено около 40 тысяч рублей, благодаря чему отремонтированные пищеблоги во многих учебных заведениях произвели косметический ремонт, заменили оконные блоки, обновили электропроводку и многое другое. На 1 декабря 12 702 ученика бесплатно питаются, а еще больше 1800 имеют право на 50% скидку. Субъектами, организующими питание в учреждениях общего среднего образования, являются комбинат школьного питания «Купаленко» и «Бобруйский мясокомбинат». В учреждениях дошкольного образования – это отделы по образованию администрации районов. В Бобруйском горысполкоме создана и активно действует Международная комиссия по контролю за организацией питания. Еще один вопрос на повестке – кадровое обеспечение идеологической работы в организациях «Бобруйска». Так, на производство города трудятся 47 заместителей директора, еще срок 3 – в учреждениях образования, плюс в здравоохранении, спорте и культуре. Многие из них параллельно отвечают и за другие важные направления – кадры, хозяйственные участки, транспортное снабжение и не только. Основы безопасности и жизнедеятельности. С начала года в Бобруйске произошел 91 пожар в районе 49. В черном списке несколько причин – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации, электро- и отопительного оборудования. О чем нужно помнить, чтобы печка не лишила вас крова? Как спасатели будут нести службу в праздничные дни? Эти и многие другие вопросы мы задали начальнику БГРЧС Андрею Бабину. Андрей Вячеславович, в этом году погода преподносит сюрпризы со знаком минус. Я о зиме, которая уже показала свой достаточно такой жесткий нрав. Как это сказалось на пожарной обстановке в городе и районе? Увеличилось ли количество ЧП? По статистике, если посмотреть, то в городе Бобруйске и Бобруйском районе на сегодня произошло 140 пожаров. Из них 91 пожара произошло в городе Бобруйске, на которых погибло 18 человек уже на сегодняшний момент. Если к прошлому году сравнить цифры, то в прошлом году было 142 пожара. То есть чуть-чуть снижение произошло в целом. По гибели, к сожалению, в этом году значительный рост. За весь прошлый год в городе и районе погибло 8 человек. Как я сказал уже в этом году, 19. Поэтому вот такие цифры статистики. Если посмотреть по причинам произошедших пожаров, то, как и ранее, основное количество пожара происходит по причине неосторожного обращения с огнем. Тут самый присталовый человеческий фактор. Также в тройку, если так условно назвать, лидера входит нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Что тоже в зимний период эти причины. Если брать по месяцам разбивку, то она становится одной из таких основных. И третье – это нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств агрегатов. Давайте это с вами назовем основные правила, чтобы топка печенья сыграла злую шутку. Ну, конечно же, как говорят пословицы, надо готовиться, а не летом, так и печь нужно готовить в летний период. Не забывайте о том, что дымоход необходимо чистить раз в год от горючих отложений от сажи, что сегодня, кстати, показывает практика. Достаточно часто мы выезжаем, когда именно загорается сажа. Ну, благо, пока это были такие условно ложные выезда, потому что факел огня, который вылетает из трубы, конечно же, очевидцы, которые видят вот это вот действие, расценят это как возникновение пожара. Но не всегда заканчивается благополучно, к сожалению. Поэтому чистка сажи в дымоходах – это обязательный процесс. Также необходимо обратить внимание на исправность печи. Это запорная арматура, дверки все должны быть исправны, тело печи должно не иметь трещин, должно быть оштукатурено, дымоход в пределах чердака должен быть побелен, белый цвет. Ну, причина здесь, многие задают, зачем белить. На белой поверхности, если идет трещина, то выделяются продукты горения. Соответственно, то место, где есть трещина, оно сразу становится темным. И это сразу же домовладельцу покажет, в каком месте необходимо обратить внимание, принять меры по тому, чтобы устранить эту трещину. Обязательно должен быть притопочный лист из несгораемых материалов 50 на 70 сантиметров перед печью. Печь необходимо топить только в присутствии, с закрытыми дверцами. Нельзя перекаливать печь. Если будут у нас в этом году низкие температуры, то, как рекомендация, лучше печь протопить два раза. Но не перекалить, потому что зачастую домовладельцы и ложат какие-то предметы одежды просушиться. И, конечно, когда температура печи достаточно высокая от перекала, то причина именно пожаров идет из-за того, что происходит самовозгорание одежды, либо сушат дрова и так далее. То есть вот это причины вот такие вот по печному отоплению. В продолжении темы, да, у многих в домах есть котельное оборудование, так называемое паровое. Какие меры предсосторожности в этом случае? Что касаемо бытовых котлов, значит, здесь проблема может быть не только как воспламенение, либо загорание. Зачастую проблема бытовых котлов – это взрыв. Причина взрыва – это повышение давления в системе циркуляции жидкости, либо воды, как правило. Причина этого повышения давления является том, что, как правило, система смонтирована таким образом, проходит через идачное помещение. Если домовладелец не уделяет внимания утеплению, также проблема может быть того, что систему необходимо время от времени промывать, то есть идет закрасывание узких диаметров труб. И по этой причине происходит повышение давления, поэтому как рекомендация необходимо следить за приборами, которые контролируют давление. Если происходит промерзание, то ни в коем случае нельзя проводить отогревание при помощи открытого огня. Необходимо использовать нагретый горячий песок, может быть, специальные жидкости. Но ни в коем случае открытый огонь использовать нельзя, потому что в объеме чердака есть достаточное количество горючих материалов, утеплитель и так далее. То есть не сразу видно, что это загорание произошло. Но с течением времени такие факты, к сожалению, есть. Происходит загорание, и в объеме чердака молодец не видит самого момента возгорания. И уже когда происходит пламенное горение, уже ситуация, достаточно развившийся пожар, и, конечно же, идет достаточно серьезный материальный ущерб. Давайте теперь поговорим о безопасном поведении на льду. Вот в этом случае о чем нужно помнить, чтобы избежать беды? Да, наступает зимний период, водоемы покрываются льдом. Здесь два момента. Я хотел бы обратить внимание наших телезрителей. То, что впереди у нас зимние каникулы, детская гибель, к сожалению, на воде в том числе присутствует в Белоруссии. Поэтому мы хотели бы обратиться к родителям, чтобы они беседовали со своими детьми, проговаривали о том, что нельзя заходить на лед, особенно когда он неокрепший. Также хочу обратиться к нашим рыбакам, любителям зимней рыбалки, о том, что толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров. Цвет такой считается максимально безопасный. Это либо синий-зеленый, либо такой зеленоватый, но ни в коем случае не бурый, не рыжий. Опять же, температурный режим, естественно, сам говорит за себя. К сожалению, уже есть факты гибели на льду, в том числе первый лед. Уже в одном из районов, в том числе Могилевской области, есть уже погибший рыбак. Но в Бобруйске пока... Пока такие факты не зафиксированы. И, конечно, впереди нас ждут большие праздники, Рождество, Новый год. В каком режиме будет нести службу Министерство по чрезвычайным ситуациям? И что бы Вы посоветовали нашим гражданам, для того, чтобы праздники все-таки остались праздниками? Да, система МЧС, как и любая другая силовая структура, период как новогодних праздников, так и других государственных праздников всегда работает в усиленном варианте несения службы. Поэтому и на Новый год служба будет функционировать в полном объеме, с полными дежурными сменами. Что хотелось бы пожелать нашим телезрителям? Что касаемо вопросов безопасности, это, конечно же, в первую очередь использование пиротехнических изделий. Обязательно перед тем, как использовать пиротехническое изделие, надо почитать паспорт завода изготовителя. Там, как правило, прописываются вопросы безопасности и, как правило, прописываются безопасные расстояния, от которого необходимо находиться от пиротехнического изделия. Ну и ни в коем случае эти изделия не использовать, конечно же, в своих домах и квартирах. Спасибо большое за разговор. Все в ваших руках. В Бобруське прошло городское родительское собрание. В новом формате, без докладов, но без статистики не обошлось. Так, с начала года зарегистрировано 30 преступлений среди несовершеннолетних. Третий из них в сфере незаконного оборота наркотиков. Также это кражи, мошенничество в интернете, махинации с банковскими карточками. Как обезопасить ребенка от дурного влияния и почему разговор порой важнее наказания? Все ответы у Карина Гуревич. Все начинается с семьи. Тезис, о котором должен помнить каждый родитель. Именно взрослые служат примером для детей. Как же не упустить ребенка? Есть ли формула правильного воспитания? Лид-мотив общегородского собрания. В актовом зале 35-й школы около 150 человек. Больше половины – это мамы и папы. В роли спикеров – представители УВД, МЧС, прокуратуры, образования и медицины. Прямо говорят о проблемах современной молодежи. Сколько работают школы, сколько работают субъекты профилактики. Не стоит забывать о том, что все-таки все начинается с семьи. С поведения родителей, с их образа жизни, с формирования достаточного примера для своих детей. Какими они пойдут по жизни и что они получат в этой жизни, зависит прежде всего от них. В Бобруйске с начала года зарегистрировано 30 преступлений среди несовершеннолетних. Треть из них – в сфере незаконного оборота наркотиков. Также это кражи, мошенничество в интернете и махинации с банковскими карточками. Причины – идти по кривой дорожке у подростков разные. Желание быстро заработать, влияние плохой компании и, конечно, недопонимание в семье. Родители намного меньше уделяют внимание все-таки детям, меньше смотрят их мессенджеры, телефоны, не интересуются, с кем они общаются, круг общения. Также не смотрят на их поведение, которое в принципе меняется. Коммуникативные площадки, финансовая грамотность, правовое и духовно-нравственное воспитание – темы серьезные и актуальные. Но порой под давление будничных проблем уходят на второй план. Спохватившись, остается лишь один вопрос – когда упустили ребенка? Отсюда вывод – чтобы хорошо воспитать, нужно и самим учиться. Мы провели родительское собрание в немножко такой нетрадиционной для нас форме. Не было докладов. Родители работали в группах. Всего шесть групп. Каждая группа имела определенную цель. Родители все вместе составили формулу успешного родительства, определили ключевые моменты и задачи, приоритеты в семейном воспитании. Каждая группа представляет свой проект по направлениям, в котором на понятном для всех языке объясняют самые сложные моменты воспитания и взросления. Здесь же площадки ГАИ и МЧС, акцент на правилах дорожного движения и в целом безопасности жизнедеятельности. Подростки часто ошибаются в своих выводах, что достаточно взрослые и все прекрасно понимают. Эта уверенность порой их же самих губит. Только родители могут помочь в этой ситуации. Внимание, забота и доверие – три слагаемых семейного счастья. Помните, взрослые люди уже когда-то были детьми, а вот дети взрослыми еще ни разу. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин. Итоги недели. Прозрачно и понятно. В администрациях Первомайского и Ленинского районов обсудили основные изменения налогообложения. Инновации вступят в силу с нового года и приведут к заметной корректировке работы индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которых в Бобруйске семь с половиной тысяч. Так ИП потеряют право на применение упрощенной системы, а по общей будут уплачивать подоходы налог в размере 20%. В Беларусьбанке с 2016 года действует программа поддержки предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса. С этого года мы кредитуем предприятия предпринимательных и льготных условиях. Мы кредитуем как старт-стап компании, так и уже действующие, зарегистрированные. Для самозанятых, между тем, появится на окно профессиональный доход. Переход на него добровольный. В списке видов деятельности – ремесленники, владельцы агроусадеб, фотографы, репетиторы, курьеры, дизайнеры и представители ряда других профессий. Для такого режима необходимо скачать специальное приложение, которое будет доступно с 1 января. Сказка не во сне, а наяву. В Бобруйске на одного счастливого ребенка теперь больше. Мечту 9-летнего Ваня исполнил военный комиссариат Могилевской области. В эти предновогодние дни люди в погонах рядом с теми, кому особенно нужны внимание и поддержка. Мальчик-инвалид по слуху. Несмотря на это, его жизнь наполнена яркими красками. Наш следующий сюжет – о взрослой заботе от чистого сердца и искренней благодарности от самых маленьких. Самый добрый и волшебный праздник все ближе. Однако мечты многих ребят сбываются еще до боя курантов. Вот и 9-летний Ваня не напрасно верит в чудеса. В гостях у мальчика – председатель областной организации «Белая Русь» и военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин. С собой новогодний подарок – спортивный комплекс. Разрешить от офицерского собрания, Ваня, тебе и Ольге Викторовну Ван, подарить наш новогодний подарок с пожеланием вам всем крепчайшего здоровья, мирного неба над головой. Ну и чтоб ты рос крепким и здоровым мальчишкой. Держи. Это тебе. Ежегодно сотрудники военного комиссариата области примеряют на себя роль добрых волшебников. Выбирают двух детей из разных уголков региона и приносят в их дом радость. Но и Ваня, как настоящий гостеприимный хозяин, не отпускает без подарка Александра Горошкина. У нас есть возможность ездить и дарить детям радость. Это вообще, наверное, зрелость общества, когда мы можем приехать к тем, кто больше нуждается в этой помощи. С огромным удовольствием коллектив мой всегда принимает. Мы уже, наверное, пятый год принимаем участие в этой акции перед Новым годом. Ваня инвалид по слуху, но это не мешает ему жить полноценной жизнью. И спортивный комплекс – идеальный подарок. Ведь мальчик очень активный и вместе с мамой ходит в бассейн, катается на коньках и в парке на лыжах. Летом предпочитает прогулку на велосипеде. Сколько можешь выдохнуть здесь? Просто помещи для укрепления рук. Вот. Класс. Уже в год и девять месяцев у Вани начались проблемы со слухом. Не откликался на слова. После был отит, который усугубил здоровье. Несмотря на все сложности, мама всегда была рядом и верила в сына. Работала, заботилась, не опускала руки даже в самые трудные времена. Сейчас мальчик учится в третьем классе. Пишет, читает, считает, познает мир. Мама, а что такое мачеха? Мы читали 12 месяцев. Ну, я ему объясняю. Мачеха – это вторая мама в семье, если вот так получать. А почему вторая мама? Я объясняю. Ну, ситуация бывает. Либо мама уходит из семьи, либо мама умерла. Он так расстроился. Мама, как же так? Я говорю, Ваня, ну, мама бывает добра, вторая, то есть мачеха. А бывает, да, ну, кому как повезет. А, понятно, подошел, так обнял меня. Мама, я тебя так люблю. В будущем у Вани много планов – закончить школу, получить высшее образование, стать хорошим врачом. И мама уверена, что нет ничего невозможного. Главное – верить. Ведь если веришь, что все обязательно будет хорошо, даже лучшее, чем ты сам можешь устроить. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Итоги недели. США и ЕС направили спецпредставителей в Косово. Ситуация остается напряженной. Главные дороги заблокированы. Занятия в начальных классах отменены. Очередное обострение произошло 10 декабря на фоне ареста бывшего полицейского серба властями края. Его подозревают в нападениях на правоохранителей. Российский рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира. Такую оценку Владимир Путин дал на заседании Совета по стратегическому развитию. Ведь, по словам российского лидера, уровень цен в стране после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая, практически не изменился. По мнению Путина, такой результат достигнут за счет решений по регулированию оттока капитала, активному использованию с торговыми партнерами национальных валют и ответственной финансовой политики. По меньшей мере, 4 человека погибли в Ла-Манше в ходе инцидента с надувной лодкой, перевозившей мигрантов. Между тем, береговой охране Королевства при содействии французского флота удалось спасти 43 человека. В операции также приняли участие два британских вертолета и транспорт ВМС Франции. С начала года около 45 тысяч переселенцев попытались пересечь пролив. В январе в Турции будут взымать с туристов налог на проживание в размере 2%. Речь идет о тех, кто останавливается в гостиницах, курортных поселках, бутиках, отелях, мотелях, пансионатах, деревнях, высокогорных домах и кемпингах. Однако услуги по размещению студентов в общежитиях, хостелах и лагерях освободят от этого сбора. Не будет платить его и дипломатический персонал иностранных государств. Если же номер был забронирован еще до публикации нового закона, в официальной газете уплата взыматься не будет. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я Максим Кемпель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся!